iMacros. iMacros был разработан для автоматизации рутинных действий при работе в интернете. Если у вас есть какие-нибудь действия, которые вам приходится часто повторять, воспользуйтесь iMacros для того, чтобы записать их в макрос. В следующий раз, когда вам понадобится выполнить эти действия снова, вы запустите этот макрос одним нажатием кнопки. Фактически, дополнение iMacros позволяет записывать манипуляции пользователя, которые производятся на каком-либо сайте. Далее можно либо воспроизвести ранее зафиксированные действия, либо отредактировать их и добавить нужные вам действия. Итак, iMacros позволяет производить запись действий пользователя, например, выполнять запись данных, которые интерактивно вводятся вами в поля онлайн-формы. Можно редактировать сохраненные макросы и воспроизводить записанные ранее действия. Все возможности расширения станут доступными сразу после установки Firefox и его последующей перезагрузки. Функционал дополнения можно вызвать с помощью бокового окна, которое вызывается специальной кнопкой панели инструментов. Поскольку данная кнопка является единственным способом активации окна расширения, то желательно сразу же вывести ее на одну из панелей инструментов Firefox. Сделать это можно с помощью меню браузера «Вид панели инструментов» «Настроить». Вам будет достаточно просто перетащить иконку в удобную позицию на любой из панелей инструментов. Одной из наиболее актуальных для iMacros задач можно назвать автоматическое заполнение данных форм. Для того, чтобы начать запись действий, вначале перейдите на веб-страницу с формой. Далее просто начните записывать ваши действия, воспользовавшись табом «Запись» и располагающейся на нем одноименной кнопкой. После того, как запись начата, панель расширения начнет преобразовывать все ваши манипуляции на веб-сайте в свой внутренний макроязык. Фактически знать предназначение его операторов для того, чтобы просто записать последовательность действий и дальше ее воспроизводить, нет никакой необходимости. После того, как вы выполнили все действия по отправке формы, достаточно нажать кнопку «Стоп». Расширение предложит вам сохранить уже записанную последовательность действий, как новый макрос. Поскольку даже начинающий исследователь сети посещает, как правило, несколько сайтов, чтобы как-то организовать все необходимые макросы, наше расширение дает возможность иерархической организации всех своих данных. Вы можете создавать вложенные каталоги сколько угодной вам глубины, которые будут содержать сами макросы. Следует помнить, что система iMacros хранит все свои данные в текстовом виде. Таким образом, реорганизовать расположение макросов можно с помощью любого файлового менеджера. Для того, чтобы узнать, где система хранит файлы, следует открыть форму настроек дополнения iMacros с помощью кнопки «Опции», которая располагается на табе «Редакт» боковой панели. Чтобы повторить всю последовательность действий, которая была записана расширением iMacros, достаточно просто активировать вкладку «Воспр». Далее в дереве выбрать нужный вам макрос и нажать кнопку «Воспроизвести». Расширение повторит все действия, которые предварительно были сохранены. Следует заметить, что пользователь имеет возможность прервать воспроизведение в любой момент. Также он может изменить скорость, с которой будут повторяться действия, воспользовавшись кнопкой опции «Закладки «Редакт». Созданные вами макросы могут быть с успехом использованы другими пользователями вашей локальной сети. Для этого достаточно указать в качестве мест хранения данных расширения общедоступные сетевые ресурсы. Таким образом можно упростить жизнь пользователям, которые вынуждены ежедневно авторизироваться, например, для получения почты. При этом смена паролей может остаться абсолютно прозрачной операцией, поскольку достаточно просто изменить макрос, чтобы задать пользователю новые регистрационные данные. Редактирование макроса выполняется с помощью вкладки «Редакт». Используемые для редактирования макросов блокнот можно в любой момент заменить другой программой с помощью кнопки «Опции». Форма настроек расширения, которая открывается с помощью кнопки «Опции», позволяет устанавливать скорость воспроизведения ранее записанных макросов. В том случае, если вы часто посещаете веб-сайты, которые используют расширенные возможности JavaScript, например, для анализа вводимых данных без перезагрузки страниц, есть смысл установить медленный режим воспроизведения. Обратите внимание на то, что скорость воспроизведения можно задать путем редактирования макроса, а именно указав в его теле параметр «SetReplaySpeed». Вы также сможете указать, как визуально выделять те элементы веб-сайта, с которыми в данный момент работает iMacros. Например, если вам не нравится то, что поля, которые в данный момент выделяются расширением, подсвечиваются синей рамкой, можно отключить этот эффект, просто скинув флажок подсвечивать объект. В расширении предусмотрена возможность устанавливать тайм-аут работы макроса. Иначе говоря, вы можете запретить воспроизведение при задержке выполнения им каких-либо действий. Такая функция программы очень важна для пользователей, использующих ненадежные каналы связи. В данном случае достаточно просто еще раз начать воспроизводить макрос, если уж возник тайм-аут. На вкладке «Security» окна настроек вы можете указать необходимость шифрования паролей, которые будут запоминаться расширением. Это необходимо для того, чтобы запретить несанкционированное использование макросов, которые находятся, например, на общих сетевых ресурсах в локальной сети. На табе «ПАВ» вы можете подсмотреть директории, в которых расположены файлы данных iMacros. Такая возможность будет важна в том случае, если пользователь решит начать реорганизацию данных вручную, к примеру, с помощью файлового менеджера. При постоянном посещении какого-либо сайта необходимость помнить регистрационные данные просто удручает. Расширение iMacros позволяет упростить задачу по вводу повторяющихся данных за счет записи действий пользователей. Возможности расширения достаточно объемны и скрыты от глаз простого пользователя за внешне неказистым интерфейсом. Это, однако, не мешает iMacros справляться с ускорением выполнения повседневных однообразных манипуляций Firefox.